Юлия Латынина и Михаил Подоляк. Мы в эфире уже 40 с лишним минут. Нас смотрит 33 тысячи человек. Не забывайте, пожалуйста, подписываться и ставить лайки. У меня осталось два важных, коротких, надеюсь, вопроса. Первый вопрос. Тут Кремль откопал стюардессу и опубликовал статью Медведчука. Скажите, пожалуйста, зачем? Как вы думаете? Стюардессу какую? Вы не знаете анекдота? Он неприличный анекдот. Стюардесса – это кодовое имя Медведчука. Я просто не сразу сообразил. Анекдот не нужно, я знаю. Да, я думаю, что наши слушатели его тоже знают. Если не знают, это происходило дело на необитаемом острове между стюардессой и двумя пилотами. И в конце концов они её с горя откопали. Так вот, откопали стюардессу и опубликовали статью Медведчука. Зачем? Чем им стюардесса может помочь? Ничем. Наверное, гнилостным запахом. То есть, наверное, всё-таки очень короткий вопрос и короткий ответ. Вы знаете, вы когда берёте политический труб и пытаете его накачать каким-то гелием, но он у вас будет песклявым голосом мимически что-то воспроизводить. Медведчук – это исчезнувший субъект. Забудьте о нём. Он будет после окончания войны, когда Россия проиграет, всё равно его достанут за многие факторы. То есть, он будет всё равно на скамье подсудимых сидеть, как один из авторов войны. Концептуальных авторов, который рассказывал, что в Украину можно зайти на танках, тут все будут с цветами, немножко подрежете кого-то и, соответственно, будете управлять Украиной, а я тут буду каким-то… Знаете, вы просто Медведчука не совсем хорошо представляете. Вы знаете, напыщенный такой, вообще, петушиного типа человек. Я прошу прощения, я не очень себе позволяю такую риторику, но в данном случае, вы бы если видели, как он себе позволял ходить, да, с такой вот… Ну, это просто надо смотреть. Это просто фантастическое зрелище. Таких людей редко можно увидеть. У него даже мимика на лице, да, вот эти опущенные вниз уголки губ говорят о том, что он это крайне отрицательный персонаж с крайне низкой эмпатичностью, да, и с крайне низким пониманием реальных жизненных обстоятельств. То есть, это случайный персонаж, который всегда будет всем гадить. Вот в данном случае я сомневаюсь, что это какая-то, опять же, глобальная задумка управления политикой администрации президента, там, условно говоря, субъекта Кириенко, реанимировать Медведчука, попробовать поиграться вот в эту, знаете, паноптику мёртвых, да, то есть, там, Янукович, Азаров, Медведчук, ещё какие-то странные субъекты, вот всяких реанимировал. Вообще, честно говоря, не знаю, зачем мы эти фамилии произносим, потому что это фамилии прошлого, да, то есть, мёртвых… А мёртвых говорить бессмысленно, а даже о политических мёртвых. Так вот, Медведчук бесполезен, инфантилен и мёртв. Последний вопрос. Тяжёлый, я даже колебалась, задавать ли его, но тут у меня просто в чате безумствует. Алексей Арестович после своей ошибки написал заявление об отставке. Я считаю, что это шикарный жест, потому что он показал себя, во-первых, европейским политиком. Мало кто в такой ситуации не стал бы цепляться за кресло. Ну и к тому же, на самом деле, Алексея Арестовича нельзя уволить, он всегда будет работать Алексеем Арестовичем. Но заявление можно было не принять. Почему приняли? Вы знаете, независимо от симпатии или антипатии, нужно научиться принимать объективные решения. Вот мне кажется, что на фоне чрезвычайной драматичности моментов, это не только Днепра касается, а вообще в целом, я опять же безотносительно користую ещё и применительно к нему в том числе. Вы знаете, на фоне драматичности нужно, ещё раз, я уже об этом сегодня говорил, нужно крайне щепетильно относиться к своим словам, взвешивать каждое слово. Не выпячивать, это очень важно. Не выпячивать версии, которые к реальности могут не иметь никакого отношения. Опять же, это не только Арестовича касается. Не нужно говорить о том, о чём ты не имеешь. Смотрите, ещё раз, это касается всех, меня в том числе, и прежде всего меня, да? Потому что ты, когда говоришь просто Алексей Арестович или Михаил Подоляк, это одна история. А когда у тебя стоит табличка «Офис президента», многими это воспринимается как официальная позиция, осмысленная официальная позиция. И на фоне драматических моментов войны, когда вопрос идёт о жизни и смерти, когда многие люди платят реально, конкретно жизнью за то или иное, просто походя говорить о чём-то, не имея, ещё раз подчёркиваю, всего объёма информации, а после того, как ты произнёс информацию, не уметь очень быстро принимать правильное решение и открыто признавать свою ошибку и сказать «Да, я ошибся». Я понимаю, это принесёт трагедии дополнительно, поэтому признаю ошибку и приношу извинения. И ещё раз сказать, что приношу извинения, и ещё раз сказать, что это не то, что я сказал вначале, это нужно делать сразу. И не нужно давать возможности набухать и с одной стороны вот этому эмоционально надрывной реакции украинского общества, которое абсолютно оправданно имеет право на очень жёсткие реакции, когда вы позволяете себе, ещё раз говорю, все мы, которые находимся в эфире, когда мы позволяем себе что-то говорить, не понимая ценность сказанного, которая может спровоцировать очень трагичные последствия. То есть люди будут депрессировать, глубоко депрессировать, нервничать, панически относиться к тому, что ты говоришь. С одной стороны. А с другой стороны, нельзя давать хотя бы малейшие возможности российской пропаганды уцепиться и попробовать зайти в Ипсо на территорию Украины. То есть использовать эти или иные ошибки против нас же. Это очень важно. Очень важно. И поэтому, смотрите, тут у меня очень правила простые. Очень простая информационная гигиена. Она всегда должна присутствовать в работе, особенно официальных представителей. Первое. Говори проверенную информацию. Старайся разобраться в вопросе. Старайся насытить себя информацией. Старайся, если ты хочешь о чём-то говорить, приехать и говорить с людьми, которые экспертны. Это очень важно. Второе. Не пытайся выдать себя за человека, который знает что-то гораздо больше, чем остальные, не имея на самом деле глубины этих знаний. Это быстро будет чувствоваться. Третье. Если ты в том или ином виде ошибаешься, пожалуйста, научись признавать эти ошибки. И, наконец, четвёртое. Всегда помни, если ты работаешь от имени государства, ты помни, что государство — это именно государство. Это не ты, не твоё я, не твоё эго. Это государство. А государство накладывает существенные ограничения на нашу личную свободу слова. То есть мы должны понимать, что приносит пользу государства, что приносит ущерб. Это очень простая позиция. И поэтому, на мой взгляд, ситуация с господином Арестовичем выглядит следующим образом. Совершена ошибка фундаментальная, не принесено вовремя правильные извинения, не найдена тональность разговора с обществом. После этого он делает абсолютно правильный поступок, пишет заявление, и государство принимает решение удовлетворить это заявление. Это показывает и зрелость государства, и зрелость самого Арестовича в итоге. Я считаю, что для информационного здоровья Украины, особенно в нынешнем этапе войны, на нынешнем этапе войны, в нынешний период, очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова